В библиотеке имени Пушкина новая выставка «Кукол». 14-я по счету, но не похожая на предыдущие. Эти экспонаты исполняли главные роли в спектаклях. Автор Наталья Крутова с успехом выставлялась за рубежом. Но в России это ее первая персональная выставка. О работах художницы и модной индустрии страны 9 канал поговорил с молодыми модельерами. Из Петербурга в Старый Оскол приехали главные герои спектаклей. Одни, сделанные из папье-машеи, управляются ниточками, другие – из дерева и текстиля. Третьи – проволочный каркас, обтянутый тканью. Полканы, русалки, берегини, диковинные птицы. Наталья Крутова явно любит сказки. В ее работах и связь с природой, и напоминание о язычестве, история и современность. Наверное, за эту русскость и колорит в северной столице автора этих кукол называют варварицей. Выставки представлены как авторские текстильные куклы Натальи, которые, как раз, и пропитаны фольклором. И вот это природным чутьем народности. Так и представлены куклы из спектаклей, театральные куклы. Это все, конечно, они все разные конструкции, они все из разного материала. Это удивительно. То есть это настоящее погружение в мир художника. Хотя Наталья Крутова с успехом выставлялась за границей, Староскольская экспозиция для нее первая в нашей стране. Первая персональная выставка Наташи Крутовой в России. Понимаете масштаб, понимаете уровень доверия, который оказала Наталья. Посмотреть на голубого щенка по имени Блюз, Единорога, Золотого льва, Музу, похожую на ангела, пришли студенты техникума технологии дизайна. Очень понравилось. Она очень запоминается, необычно. Я нигде такого еще не видела. Лично мне понравился очень стиль и пропорции этих образов. Вообще вдохновляет. Самое хочется попробовать в подобной технике и стиле, сделать что-нибудь свое. Будущие модельеры не только обсуждали увиденное, но и говорили о том, что ждет бизнес, связанный с модой. С одной стороны санкции, с другой – новые возможности. Если зарубежные бренды одежды и обуви окончательно уйдут с российского рынка, их место могут занять отечественные дизайнеры. Это отразится на людях, которые работали на зарубежных сайтах, на зарубежном рынке. Если одна дверь закрылась, всегда открывается другая. Алина Обьеткова – будущий модельер-конструктор. Для третьекурсницы одежда кукол, пожалуй, самая любопытная на выставке. По сути, это уменьшенные копии того, что носили наши предки. Интересно рассматривать именно исторические костюмы даже этих кукол, что люди носили и что им нравилось. И это очень помогает при создании какой-то коллекции. Вообще, российский стиль, он очень значим не только для нас, но и за рубежом. Используют те же меха, используют какой-то орнамент, он русский. Мне кажется, русский дух должен подняться, и он поднимется. И русская мода, она в любом случае поднимется. Ворвётся ли снова русский стиль на подиумы, как это случилось в 90-е, предсказать сложно. Но вдохновение для своих образов молодые модельеры ищут уже сейчас. И некоторые находят на выставке кукол. Экспозицию можно увидеть до 9 апреля.